Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Продолжаем разбирать фундаментальный фон, влияющий на поведение финансовых инструментов. Делаем акцент на все самое интересное, что случилось на сессии минувшей, и говорим, безусловно, о тех событиях, которые запланированы к выходу, отчеты, статистика, к выходу в рамках текущей торговой сессии. Сразу предлагаю перейти к содержанию экономического календаря. Сегодня у нас суперчетверг, традиционный день, уже давно мы его так окрестили. Дело в том, что с некоторых пор британская статистика, английская статистика, решение по ставке, голосование регулятора, прогнозы экономического роста инфляции, протоколы, заседания, они все публикуются в один день. Это четверг, сегодня как раз один из таких дней. Мы ждем в 15.00 решение по ставке, по распределению голосов среди девяти голосующих членов Банка Англии. Спустя полчаса после этого в 15.30 состоится пресс-конференция Марка Карни, которая возглавляет британский регулятор. Если бы у нас не было, друзья, наследия и реальности в виде Брекзита, да, я бы рекомендовал быть предельно внимательными к тому, что будет сказано сегодня, потому что такой фундамент был бы основным топливом для движения британца. Но поскольку у нас нет возможности с вами опустить неопределенность по Брекзиту, я рекомендую, предлагаю не проигнорировать сегодняшний фундамент по Англии, но особо большой ставки на него делать не стоит, потому что Марк Карни совершенно очевидно не может позволить себе как-либо сейчас корректировать денежно-корректную политику до тех пор, пока не прояснится ситуация по Брекзиту. Поэтому Брекзит у нас в первоочередном порядке идет, потом уже что-то произойдет с монетарной политикой. Я думаю, что изменения будут даже в случае и жесткого. А Брекзита почему бы и нет? Кто знает, может быть решение Банк Англии, следующее будет ни в коем случае не повышение процентной ставки, а даже снижение. Мы об этом будем говорить, друзья, но только после. Пока что я лишь для общего понимания, тотального английского фона советую вам сегодня последить, и в том числе из реакции британца. Завтра мы детально все разберем. Ну, забегая вперед, могу сказать, что завтра мы будем с вами констатировать те комментарии Карни о том, что по причине сохраняющейся неопределенности на глобальных рынках и уж тем более в Англии из-за Брекзита монетарная политика меняться пока не будет. Даже если Карни еще сделает какие-нибудь дополнительные комментарии, мы знаем то, что он является одним из самых рьяных скептиков, отмечая, что жесткого Брекзита уже давно, он об этом говорил, не миновать, и он строил даже прогнозы, делился ими относительно того, что произойдет с английской экономикой. Ну, мы, в принципе, прекрасно знаем, что с ней может гипотетически случиться, если Англия вводит из ЕС без доступа, без сохранения доступа к таможенному союзу, единому европейскому рынку. Ну и в 16.30, друзья, традиционный отчет для четверга – это заявки на пособие по безработице. Статистика, влияющая на общий такой набор фундаментальной массы для доллара. По американцам мы поговорим, конечно же, по американской валюте тоже забегая немного вперед, лишь повторяю, что прогнозы и ожидания там остаются лишь медвежьими. Теперь давайте подробнее по основным инструментам. Нефть снова радует нас ростом локальным 62-62. Это закрытие минувшей торговой сессии 62-47. Сейчас оттолкнулись мы от дневных минимумов, восстановились, но не добрались пока до цели в 65 долларов за баррель. Вчера, друзья, как вы знаете, центральным событием для нефтяного рынка были данные по запасам нефти США. Так вот, запасы выросли на 1,2 миллиона. Очень сильно показатель бился с тем отчетом, который мы видели от американского института нефти ранее. Признаю то, что корреляция оказалась гораздо более выраженной, чем я думал. Однако реакция рынка, почему котировки выросли, вместо того, чтобы, собственно, снизиться на росте запасов, дело в том, что по прогнозу запасы должны были бы вырастись сильнее. Почти в два раза больше прогноз был. 2,17 в итоге мы по факту видели рост запасов нефти на 1,2. Все это следствие, друзья, возможно, высоких показателей экспорта со стороны США. Ну, вот что касается нефтепродуктов, дистиллятов, бензина, то запасы продолжают расти. Это уже отголоски повышенного импорта. Среди еще более-менее интересных событий минувшей торговой сессии для рынка нефти можно было бы выделить намерение ОПЕК попробовать сформировать новое какое-то партнерское единство с 10 крупнейшими производителями нефти вне стран Ближневосточного отеля, плюс, словно, среди которых и Россия. Для того, чтобы принимать решения о более скоординированных, более, что ли, действенных и решительных по последствиям, собственно, решения, которые могут, ну, для тех, кто все-таки ставит на рост нефти, могут способствовать все-таки окончательному развороту цен и не просто локальному росту, но и формированию полноценного восходящего тренда там с уходом выше 80 долларов за баррель. Я, честно говоря, друзья, не верю в это новое партнерское единство. Я уверен в том, что Саудовская Аравия, ну и, в принципе, странам ОПЕК вряд ли удастся убедить Россию пойти, к примеру, на еще большее сокращение показателей нефтедобычи. Потому что, если бы были возможности, это бы уже произошло. И российская, собственно, экономика России прекрасно понимает, что сейчас, принимая решение о сокращении нефтедобычи и видит то, что в целом ситуация ценовая конъюнтура на рынке нефти не меняется, при этом параллельно штаты увеличивают добычу, это фактически действия, которые направлены на оставление определенной рыночной доли и предоставление, оказание такой услуги США, у которых появляются возможности еще большей экспансии. Потому что, в отличие от стран ОПЕК и России, Соединенных Штатов Америки, как вы помните, сейчас не скованы ровным счетом абсолютно никакими обязательствами, поэтому могут увеличивать добычу столько, сколько им нужно на любые, собственно, показатели. Что касается рынка нефти, друзья, я уже много раз отмечал, что нужно разделять долгосрочные ожидания и крокосрочные. По долгосрочным ожиданиям, я думаю, что все-таки мы увидим нефть гораздо дешевле текущих значений, но произойдет это не сейчас. Я предлагаю пока что все-таки положиться на прежние факторы фундаментальной поддержки, я их уже не раз перечислял на этой неделе, и ждать отработки нефти, достижения как минимум цели 65 долларов за баррель. Доллар, иена 109,90, вчерашнюю торговую сессию можно характеризовать, так как днем слабости для американцев. В принципе, доллар под небольшим давлением остается даже и сейчас. Уверен тоже, что планка 110, она так и не дастся, собственно, этому тандему активов. Мы впоследствии будем говорить о котировках ниже. Тех, кто еще не открывал короткие позиции, друзья, подумайте, может быть, еще вот вам предоставлены возможности и шансы сделать это, занять долгосрочные селы, потому что по моим ощущениям, субъективным доллар, иена реально может оказаться ниже поддержки 107. Обращение президента к нации не привело к каким-либо серьезным движениям на финансовых рынках, потому что ничего интересного участники рынка так и не услышали. Больше даже трейдеры сфокусировались на том, что происходит с национальным рынком долга, с гособлигациями, поскольку десятилетки снизились, это немного как раз и притопило курсы доллара. Стоит отметить, друзья, то, что на настроение трейдеров не повлияли, ну, почти никак даже комментарии Мнучина, который приветствовал итоги последних переговоров между США и Китаем, обозначил определенного рода прогресс и выразил надежду на то, что к концу февраля, к началу марта США и Китай смогут все-таки преодолеть окончательность торгового разногласия и подписать двухстороннее торговое соглашение. Напоминаю, что следующий этап переговоров состоится уже совсем скоро, в середине, собственно, этого месяца в Китае. История у нас следующего порядка. В декабре Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились о торговом перемирии сроком на три месяца, в течение которого должны предприниматься все возможные действия и шаги на урегулирование, направленные на урегулирование как раз вот этих спорных ситуаций, преодоление торгового конфликта. Времени остается совсем ничего, друзья. Фактически февраль уже, можно сказать, в самом разгаре. Три недели есть на то, чтобы США и Китай, может быть, стали более проактивными в таких встречных движениях, в движениях друг к другу, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю и, в конце концов, порадовать общественности в конце февраля и, возможно, в начале марта сообщением о том, что конфликт Исса черпан. В конце концов, стоит отметить тоже альтернативный сценарий. Я, честно говоря, считаю, что он имеет больше шансов на реализацию. Если страны не договорятся, то уже с 1 марта должны вступить в силу пошлины со стороны США на китайскую продукцию. В общем, долларовом эквиваленте на 200 миллиардов долларов. Речь идет о повышении пошлины в 2,5 раза с 10, друзья, процентов до 25. И если это случится, тогда мы снова будем говорить о самой настоящей торговой войне, снова будем говорить о рисках для мировой экономики и, в том числе, кстати, для нефтянки. Поэтому у нас есть еще как минимум 3 недели поспекулировать уж точно в плане роста котировок нефти. Если, в конце концов, соглашение достичь не удастся, а к 1 марта, то тогда будем искать уровни для продажи нефтянки. А вот что касается доллара и иена, тут понятно, раз уж я говорю о сценарии, вследствие которого может возрасти спрос на защитные инструменты. Более выраженными свойствами защиты не обладает иена. Еще вам, пожалуйста, одно объяснение, почему доллар иена может потенциально оказаться под еще большим прессом. Евро против доллара 1.13.62, друзья, снижаемся. Я даже не хочу здесь каких-то новых торговых идей обозначать, потому что все очевидно. Ну, лично для меня евро снижается абсолютно оправданно. Вчера негатива подбавили еще производственные заказы. Германия, только вдумайтесь, друзья, в годовом выражении, производственные заказы снизились на 7%. Ну, разве у кого-то есть еще сомнения о том, что Германия не сможет избежать, собственно, рецессии? Я уверен, что именно к этому все и идет. Экономические проблемы будут только усиливаться. И в целом первый квартал будет крайне удручающим по экономическому росту для Германии и для в целом еврозоны. Это все статистика, которую мы будем анализировать дальше. Она повлияет на риторику и дальнейшие действия Европейского Центрального Банка. А как мы сопоставляем статистику с монетарным курсом, вы знаете. Это все, скажем, залог мягкой политики, которая и обрисовывает перспективы снижения курса евро. Фонд против доллара 1.2932. Мы все ближе к поддержке 1.28. Тоже про фонд уже очень много было сказано. Друзья, повторяться не буду. Ничего не изменилось за последнюю торговую сессию. Ну и единственное, что возможно на рынок вчера проскочил слушок о том, что все-таки инициирование 50-й статьи официального выхода Англии состава ЕС дата может быть отложено с 29 марта на 24 мая. То есть фактически на 2 месяца. Но пока эта информация не подтвердилась. И я думаю, что вряд ли подтвердится. Ну и потом, даже если и так, это вовсе не залог, друзья, того, что у Англии избежит жесткого Брекзита. Я уверен, что конфликт инфересов между парламентом и правительством по-прежнему настолько велик, что, наверное, даже глупо сейчас не ставить на снижение курса британской валюты. Пока цель 1.28 остается прежней. Я уверен, что мы до нее дотянем. Австралийство против доллара радует нас. Очень сильное снижение. Я думаю, что по динамике дневной падения чуть ли не рекорд за много месяцев. 0.7097 это сейчас котировки. Большое спасибо руководителю Резервного банка Австралии Филиппу Лоу, который, обрисовывая нерадужные перспективы для Австралии из-за ухудшения ситуации в мире, допустил возможность снижения процентной ставки. Я признаюсь, друзья, не рассчитывал, что мы получим такой комментарий. И хорошо, что получили. Это как раз еще один сигнал в сторону крайне мягкой политики, которая будет характеризовать весь курс Резервного банка Австралии. Новозеландец снижается тоже еще, даже динамичнее, чем австралийцы. И тоже это на руку нам. Друзья, цель 0.66. После достижения фиксируем, собственно, результаты коротких позиций. Здесь, правда, топливо не только лишь от копирования поведения австралийца, но еще и реакция рынка на выход крайне удручающих отчетов по рынку труда. Уровень безработицы в год основной 0,3% со 4 до 4,3%. И доллар канадец, друзья, 1.3241. Вот, пожалуйста, еще динамика последнего дня, да и, может сказать, даже прицепом идет еще и поведение канадца на текущей азиатской сессии, указывающей на то, что канадец движен какими-то вообще непостижимыми фундаментальными триггерами. Вроде бы как несколько дней назад мы смирились с тем, что на канадца влияет только нефть. Однако нефть вчера выросла, при этом канадец показал снижение одной из самых значительных за последние несколько недель. Ну, конечно же, сейчас сразу на рынке есть объяснение того, что канадец теперь реагирует на статистику снова, потому что вчера вышел отчет по активности, деловой активности, который снизился с 59,7 до 54,7. И вчера кто-то из представителей Банка Канады допустил, что ухудшение, собственно, рост неопределенности и ухудшение ситуации в мировой экономике негативным образом отразится на канадской экономике. Ну, друзья, неужели это было для кого-то каким-то откровением? Ну, неужели кто-то из вас, кто-то из нас думал о том, что тогда, когда все плохо в мировой экономике, Канада будет свести и падать? Мне кажется, глупое объяснение и абсолютно не тот самый аргумент, которым можно руководствоваться, чтобы оправдывать и объяснять текущее, собственно, ослабление канадского доллара. Я не хочу даже сейчас вариться в этой теме, мне, честно говоря, плевать на то, что будет с канадцем, потому что с некоторых пор я и не спекулирую. И хорошо, потому что вот буквально день назад снова мог попасться в ловушку избыточных ожиданий по снижению, точнее укреплению канадца. И снова был бы очередной минус. Я все-таки, друзья, еще раз отметил, что насколько коварным является этот инструмент и для себя определенное решение пока что понаблюдать за всем, что происходит со стороны. Надеюсь, вам удается улавливать все малейшие изменения по этому активу и удается зарабатывать все. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как и всегда, на брифинге, который сразу же после записи будет доступен в нашем канале на YouTube. Поэтому те, кто еще не подписался, подписывайтесь, просматривайте контент, там не только брифинги, но, в общем, много материала, который позволяет знакомиться с финансовыми рынками и более глубоко детально их изучать. На этом все. Всего доброго. До свидания.